Армения все чаще и однозначнее заявляет о своем стремлении сблизиться с Европейским Союзом. Стремление это настолько велико, что, по словам спикера Национального собрания Алена Симоняна, по вопросу евроинтеграции в стране может быть проведен общенациональный референдум. Ранее движение Платформа Демократических Сил, состоящая из нескольких непарламентских партий, выступило с требованием провести в Армении в течение трех-четырех месяцев референдум по вступлению в ЕС. Отметим, что тема евроинтеграции также была в фокусе внимания встречи главы МИД Армении Арарата Мирзаяна с вице-председателем Еврокомиссии Жазепом Барилем, которая состоялась 28-29 июня на полях форума в Дубровнике. На встрече обсуждалось углубление сотрудничества между Арменией и Европейским Союзом, включая либерализацию визового режима и другие вопросы. Мирзаян заявил, что в настоящее время в Армении членство в Европейском Союзе является одной из наиболее обсуждаемых тем. В то же время премьер-министр Никол Пашинян не считает целесообразным проведение референдума по данному вопросу. И вовсе не потому, что армянский премьер против евроинтеграции. Наоборот, поскольку, по мнению Пашиняна, среди населения страны нет серьезных разногласий по этому поводу, то, следовательно, нет никакой необходимости проводить референдум. Проводить референдум, чтобы узнать мнение народа. Удивленно воскликнул Пашинян на заседании армянского демократического форума с участием послов ЕС и США. Извините, но я как официальное лицо знаю мнение своего народа. Армения готова быть настолько близко к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Если бы я думал, что народ Армении не разделяет эту идею, я бы не сделал такого заявления. Если мы проводим референдум, мы должны проводить кампанию. В таком случае люди будут задавать нам вопросы, как когда, хочет ли этого ЕС или нет. Люди спросят, готов ли ЕС принять нас. Я не могу дать ответ на этот вопрос, потому что и внутри Евросоюза происходят процессы, которые как минимум вызывают вопросы, связанные с итогами выборов. Мы заявили о политической воле на самом высоком уровне. Как известно, в конце июня саммит ЕС утвердил новых лидеров Союза. Председателем Европейского совета назначен бывший премьер-министр Португалии Антонио Кошта, премьер-министр Эстонии Кайкалос стала верховным комиссаром по внешней политике и вопросам безопасности, а Урсула Ван Дер-Ляйен сохранила пост председателя Еврокомиссии. По мнению Рикардо Йозвика, эксперта по европейским вопросам ради освобода, это лучший состав, на который могла надеяться Армения. Теперь о вещах, которые не на пользу Армении, продолжал Йозвик. Решение о расширении принимается всеми государствами-членами ЕС в национальных столицах. Теперь я думаю, что расширение ЕС, возможно, уже не так популярно. Говорю, например, о новом правительстве Нидерландов, которое весьма скептически относится к новому расширению. О Франции, где Ле Пен, даже если и не победит, партия Мари Ле Пен заняла первое место в первом туре, РЭД. Получит большое количество депутатов в парламенте. И они не особенно одобряют расширение. Поэтому меня больше беспокоят отдельные страны-члены и их нежелание принимать больше государств, а также возможность наложить в будущем вето на членство Армении. Я думаю, хорошо, что эти лица находятся в Брюсселе. Но необходимо, чтобы в разных столицах также были люди, настроенные проармянские и приветствующие европейскую экспансию. Однако, как считает эксперт, у Армении есть шанс получить статус кандидата на членство в Европейском Союзе. По его словам, проблема в том, что Брюссель ожидает от Еревана конкретных шагов по выходу из орбиты России. Я часто слышу из Евросоюза и Брюсселя, как они говорят Еревану. Да, но мы хотим видеть конкретные шаги, чтобы вы покинули российскую орбиту, сказал Рикард Йозвик. А это значит выход из ОДКБ, это значит выход из Таможенного Союза. И они не очень верят, что Ереван действительно готов пойти на эти шаги с Россией, поскольку они до сих пор в определенном смысле живут в тени того, что произошло в 2013 году, когда Армения должна была подписать соглашение об ассоциации с ЕС, но вышла из него в последний момент. Прежде чем говорить, Армения должна действовать. И именно это они хотят увидеть прежде, чем будут готовы полностью принять курс Еревана на Запад. Эксперт убежден, что, хотя Армения часто критикует ОДКБ, в реальности она вовсе не спешит выходить из блока и даже не думает о выходе из Евразийского экономического союза. Ведь благодаря членству в этом союзе Ереван за последние годы значительно расширил торговые связи с Россией и улучшил свои экономические показатели, подчеркнул он. В целом Армения полностью зависит от России в экономическом плане и понимает, к чему может привести ее выход из Евразийского экономического союза без диверсификации своей экономики и внешнеторговых связей. А возможности для этого крайне ограничены в отсутствии мира с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией. Похоже, данный фактор также учитывается и в России, где знают, что в текущих условиях у Армении нет выхода в экономическом плане. Поэтому хотя Москва периодически предупреждает власти Армении об опасных последствиях евроинтеграционных амбиций, она пока не спешит предпринимать решительные шаги, чтобы подавить взородыши амбиции правительства Пашиняна. Как заявил российской независимой газете ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов, он сильно сомневается, что речь идет о полном развороте Армении на Запад. По его словам, эта инициатива, скорее всего, исходит от партнеров премьер-министра Никола Пашиняна по гражданскому договору, тогда как сам премьер стремится сохранить для себя пространство для маневра. Вопрос в том, подчеркнул Маркедонов, что это пространство с каждым днем сужается. И Россия, и Запад ожидают от Еревана скорейшего и окончательного выбора. Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, не видит больших перспектив у попыток Запада расширить на Южный Кавказ свое влияние. У США и Евросоюза для этого слишком мало военных и экономических ресурсов, считает российский эксперт. Россия, Турция и Иран могут предложить региональным игрокам намного больше. Так, США не могут предложить действенных гарантий безопасности даже Украине, а Армении они тем более ничего не станут обещать. По мнению Силаева, развивая свою активность на Южном Кавказе, Запад добивается лишь того, чтобы подорвать авторитет России в регионе. Но заменить Россию он не сможет, уверен ученый.